Сделать тротуар по улице 6-й Радиальной с такой просьбой обратился к главе города Елене Лапушкиной, житель Октябрьского района. Мужчина отмечает, что по этой дороге, которая соединяет Новосадовую и Московское шоссе, часто ходят родители с детьми в школу и детский сад, а потому наличие тротуара сделало бы дорогу безопаснее. Глава Самары пояснила, что в этом году запланирован ремонт пешеходной дорожки от Московского шоссе до улицы Кольцевой, которая прилегает к дошкольному учреждению. В ближайшее время оставшийся участок 6-й Радиальной обследуют, чтобы понять, есть ли техническая возможность обустроить тротуар в сторону Новосадовой. У нас в этом году на вашу Радиальную есть определенный метраж. Мы его запланировали сделать тротуар к детскому саду. Еще одно обращение поступило от жителей поселка Мехзавод. Их дом по адресу 10-й квартал 9 в 21-м году признали аварийным, а недавно случилась трагедия. В доме произошел пожар. Проводка внутренней коммуникации и фасад оказались сильно повреждены. Жители просят содействия в вопросе расселения дома. Так как дом признан аварийным после 2017 года, то он попадает в следующий этап программы по расселению аварийных домов, которая стартует в 2025 году. В первую очередь будут переселять из тех домов, которые попали в чрезвычайную ситуацию, как и дом номер 9 в 10-м квартале Мехзавода. А пока жителям предложили воспользоваться маневренным фондом. В маневренный фонд переселяются люди, у которых случилась вот такая история, либо люди, которые проживают в аварийном фонде и в этом фонде дальше жить нельзя, а квартиру еще не закупили. Они также, как и вы, находятся вне рамок программы существующей. Вот эти квартиры мы предоставляем именно для этих случаев. Профильные службы будут контролировать ситуацию до полного решения вопроса. Виктория Шара, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.